Субтитры создавал DimaTorzok Если этого нету, если не прочувствована боль того, кому причинили ее, то без этого не может быть настоящего раскаяния, настоящего покаяния. Вот есть ли у вас какие-то примеры, которые могу привести по этому пробу? Я помещал своему сыну, что приду в школу, когда будет очень важное событие, где он будет участвовать. И опять, который раз уже подряд, я не появился. Сын ждет и ждет, когда же в двери появится папа и увидит меня там. Папа не появился. Конечно, это выглядит мелочью. Но для семилетнего мальчика это огромная драма. Это очень большая битва. И если я не смогу прочувствовать, как ему было больно, я не смогу на самом деле попросить прощения, на самом деле раскаяться перед ним. И он продолжает дальше. Исповедание это дело благодать. То есть я могу исповедовать перед тобой, что я сделал не так, потому что я не знаю, простишь ли ты меня или не простишь. Конечно, я надеюсь, что меня простят, что ты меня простишь. Но гарантии в этом нет. Может быть так, что отношения не будут восстановлены. Потому что другой человек скажет, нет, я не прощу. Но Смидс говорит, что все равно это нужно делать, не зная, каким будет исход. Когда мы исповедуемся, мы признаем, что другого человека есть право, или есть причины, по которым он может от нас отвернуться. И только сила благодати может этому препятствовать, может это изменить. Это может стать началом чуда, которое разрушит стену, которые вас разделяют. И станет тем мостом, по которому вы можете прийти друг к другу. Но гарантии в том, что это произойдет, нет. Пример. У меня есть друг, который помогает церквам выходить из конфликтных ситуаций. И очень часто, когда есть конфликт в церкви, считается, что проблема всему пастору. Одна группа говорит, что пастор должен уйти. Другая группа говорит, что пастор может остаться. И как вот всю эту общину собрать вместе, чтобы восстановить единство. Он всех собирает в комнате. Он говорит, те из вас, которые считают, что пастор должен уйти. И ничего не улучшится, до тех пор, пока пастор не уйдет. Вы станьте с этой стороны комнаты, у этой стены. Те же из вас, кто считает, что пастор может остаться, вы станьте у этой стены. Итак, вот все расставлены. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели в глаза тем людям, которые стоят с противоположной стороны комнаты. Братья и сестры, они во Христе. Можете ли вы вспомнить что-то хорошее, что вы пережили вместе с ними? Какая есть заповедь касательно Церкви, Писания? Любить друг друга. Конечно, вы можете не соглашаться по поводу чего? По поводу каких-то решений или выходов. Но что вы не можете делать, это не любить. И вот они стоят. Он позволяет застануть. Они могут застануть 20 минут. И чего же он ждет? А каких признаков любви он может дождаться? Примирение. Примирение. А как это можно увидеть? Примирение. Кто-то пойдет навстречу. Может быть, а эти скажут, «О, мы потеряли еще одного своего старого сторонника». Что же происходит? Сейчас все туда к той стенке перейдут. Вот они там и час могут постоять. Потому что в другой комнате причастие. Они еще не знают об этом. Но его цель для того, чтобы они смогли примириться, для того, чтобы вместе участвовать в Крепрогонии. И он этому понимает, что самая главная проблема не в том, уйдет пастор или останется. То есть не в этом вся суть. Самая большая проблема в том, что братья и сестры в крысе решили друг друга не любить. Если эта проблема не будет решена, то нет никакой разницы, этот ли пастор будет, или другой ли пастор придет без соню. Потому что люди настроены друг против друга. И он это делал и с большими церквями, где было 500 тысяч членов. Пастор здесь. Почему? Он тоже человек, которого можно любить или не любить. Вот эта группа, которая его любит, она хочет, чтобы он остался. И вопрос в том, останется он или уйдет. На самом деле не в этом вопрос. А суть в том, что эти люди перестали друг друга любить. И кто-то из этих людей перестал любить своего пастора. Правда? То есть он не является источником проблем. Пастор, да? Пастор – это источником проблем. Ну, мой взгляд, что пастор – это не источником проблем. Бывает, что пастор совсем не является источником проблем. Он может быть один источником проблем. Когда мы думаем, что кирить эту хармонию в крыше будет привести другого пастора, то не всегда, на самом деле, это источник проблем, не всегда все дело в одном человеке. Правда? Да. Ну, тут похоже, что вот эта категория людей любит пастора, а те уже в тяжелом состоянии. Это говорит, что эта группа keep in a better shape than this, the other, the other, the other, the other group. The problem is, these people, who don't want the пастор, the other group. Они проповедуют любовь. Свои праведения. Таким образом, это группа, которые показывают любовь, которые выражают больше. Ну, те, которые любят пастора. У этих людей может быть миролюбовое отношение с пастором, вот у этих людей нет желания и отношения. Знаете, что я часто наблюдал? Вот такие церкви, они обычно съедают пасторов, каждые три года появляются виноват пастор. Потому что всегда виноват пастор. А то, как они относятся друг к другу, в этом тоже виноват пастор. То есть они не берут вину на себя за свои отношения друг с другом, а во всем виноват пастор. Во всем виноват параметры. Он рассказывал за человеком, который примиряет церковь, он рассказывал, что были случаи, когда вот так вот люди стояли по разные стороны комнаты, и примирение не наступало. Никто не шел на встречу. Он говорит, я иду в другую комнату. И принимаю причастие. И вы тоже сможете участвовать. Но вы должны сначала примириться. И потом он обращается к столичному церкви. И говорит, я помочь вам не могу. Если вы через этот этап не пройдете, примирение между братьями и сестрами, то вашей церкви будет боль по кругу уйти. И вы будете... То есть вы не будете приносить славу имени Христа. То есть имя Христа будет плохим свидетельством для Христа. Потому что неверующие будут смотреть на вас и делать свои суждения. А я бы хотела спросить, ну пастор, не пастор, ну часто бывает, что в церкви как бы, ну, одни люди одного придержат сомнения, другие другого. И вот, допустим, люди примирились, но как бы они остались на своей позиции. Да, я тебя люблю, но пастора я хочу другого. Все равно ты не любишь. Как тогда решается это? Да, так сказать, что это произошло. Они говорят, что они восстанавливались, но они являются разные мнения. Так что это возможно, что это восстанавливается, что восстанавливается, даже когда они являются разные мнения? Они могут быть другим другим, но в этой церкви... Я думаю, что это возможно. Но если я был консультант в городской церкви, мы имеем тенденцию сказать, что прийти в моем доме, и я расскажу вам, что все, что в церкви, что в церкви. Потом ты идешь в другую дом, и они рассказывают вам, что все, что в церкви, что в церкви. Так что все видят в церкви в церкви. Я думаю, что каждый видит церкви в церкви, и ты приезжаешь для того, чтобы как-то помочь в церкви. А где-то найдутся люди, которые скажут, «Приходи ко мне домой, и я тебе всю полочку расскажу, что в церкви не так». И найдется еще один, который скажет, «Приди ко мне домой, я лучше знаю, что не так». И каждый в свое мнение, почему в церкви есть проблемы. Но следует в том, что только если люди согласятся любить друг друга и принимать друг друга, только тогда возможно дальнейшее восстановление церкви, дальнейшее примирение и приход к единомыслию. Он говорит, что если вот этот шаг вы не можете сделать, не сможете принять решение любви друг друга и принимать друг друга, чтобы дальнейшие шаги по как бы выслушиванию ваших мнений, они уже не имеют смысла. Но я не совсем о том спрашивала. Я спрашивала, что допустим, любить меня и любить мое мнение, это как бы разные вещи. Да, но он отвечает, что для того, чтобы полюбить твое мнение, сначала нужно полюбить тебя. То есть невозможно прийти к какому-то единству без первого шага. То есть если есть в группах разные мнения, как бы разобрать эти мнения без первого шага нельзя, сначала нужно, чтобы люди приняли друг друга, а потом уже можно как-то разграть мнение. Аминь. То есть мы рассматриваем просто конкретную ситуацию, конкретный вопрос. У нас в церквях такой вопрос, допустим, о кассинках стоит. Одни говорят, что мы должны надевать кассинку, одни говорят, что не должны, я имею в виду сестер. И между ними конфронтация происходит. Вот как здесь будет? Это может быть серьезным. На самом деле, вот такие проблемы могут привести к достаточно серьезным конфликтам, что возникнет вот такая ситуация. Эти за кассинки, эти против кассинок. Но когда все заходит так далеко, проблема уже не в косынках. Проблема в том, что люди не могут принимать друг друга. Если я люблю тебя, то я сделаю что-то для того, чтобы как-то эту проблему разрешить. Ну хорошо, но тут как бы вопрос стоит в том, что является ли, если я приму тебя, значит я принимаю, как Наташа говорит, твое мнение, значит я как бы с ним соглашаюсь. Но я не могу с ним согласиться, потому что я считаю, что это неправильно. Но если я принимаю тебя, то это значит, что я принимаю свою мнение. Но я не могу это сделать, потому что я не думаю, что это право. Поэтому я не буду показывать, что я принимаю тебя, чтобы не принимаю свою мнение. Первое. Это где мы сейчас находимся в большинстве. И многие церкви, они переживают такие. Те, которые за косынки. Он говорит, если ты любишь меня, тогда ты наденешь. Да, ты делаешь так, как надо, и не денешь косын. Да? Да, да, да. Например, отапливаешь. Ну, это случается. Но, как обычно, все допросы не бывает. Бывают другие. Конфликт гораздо глубже. И разновластвие гораздо глубже. Например, как в случае с пастором. Если пастор уйдет, и все наладится. На самом деле, не все так просто. Если, например, все, которые против косынок наденут косынки, то на этом проблема не решится. То есть это иллюзия, что все дело в косынках. Что если те, которые против косынки наденут косынки, на самом деле все пойдет гладко и мирно. Нет. Вот если мы вспомним 4 целового опасания Кривлинга, там мы читаем о том, что человеку нельзя принуждать к тому, что идет против его совести. Да, если человек считает, что не нужно носить косынки, не нужно его заставлять носить как косынки. И также я не должен заставлять этих людей снимать косынки. И может мне стоит надеть косынку для того, чтобы не быть соблазном для тех против честь совести не носить косынки. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Вот такой вопрос. Разделение, как вообще они по стенкам ставят? Кто их к этому приводил? Или они сами дошли до этого? Такой вопрос. Или все-таки может быть годами уже разделение, но они к такому не приходят? Это плохо? Или все-таки стоит поторопить? Такой вопрос. Такой вопрос. В церкви должны прийти к пониманию, что они должны любить друг друга. Да, мы можем что-то не принимать, что-то не согласны. Но что мы не можем делать, это не любить. Но давайте вернемся к этому случаю. Допустим, пастор сделал какой-то поступок, который на самом деле был не совсем правильным. Это не грех, это не что-то аморальное. Просто он сделал что-то не очень мудрое, то есть не очень высшего языка. Вот эти люди скажут, пастор, если вы чувствуете лето от Бога, то вы можете сказать что-то в этом месте. В этом случае пастор может что-то сказать для того, чтобы ускорить примирение. Например, что он поступил неправильно, что на самом деле он не провел достаточно мудрости. Для того, чтобы каким-то образом ускорить примирение обоих сторон. Но это не должно произойти с самого начала. То есть, когда происходит такая встреча, тот человек, который приглашен для того, чтобы примирить церковь, какое-то время он говорит пастору, чтобы пастор ничего не говорил. Потом уже, когда люди уже посмотрели в другого глаза, он может дать возможность пастору что-то сказать. И на самом деле, верно сказал Андрей, что есть церкви, которые годами живут вот в такой ситуации, не зная, что они на самом деле разделены и что им нужно вот так вот примириться. Есть вопросы гораздо более глубокие, чем косынки. Это вопросы, готовы ли мы жить в мире и в гармонии друг с другом, готовы ли мы принимать и любить друг друга. И вы можете прийти в какую-то церковь и не нужно много времени для того, чтобы понять, что люди в этой церкви друг друга не принимают. Вот однажды я просил церковь в воскресенье, когда я еще только начинал на себе служение. Там в этой церкви, может быть, было человек 80. Служение закончилось. Через пять минут зал опустил, все люди ушли. И за последние пять лет в этой церкви ни один пастор не поддержался больше одного года. В эту церковь я никогда бы не пошел служить пастором, если, конечно, Бог бы не заставил меня. У меня осталось мнение, что Дух Святой в этой церкви угощается. Они все приходили в церковь. Но в этой церкви эта церковь не была здоровой. Так что, когда я был пастором, и люди стояли в церкви, и в нашем случае пастор стоял, пастор был последним человеком, который покидал церковь. И люди оставались, люди сразу не расходились, людям нравилось быть друг другу. И моя жена и дети подходят ко мне и говорят, можно ли нам домой уже идти? Я вспомнил эту церковь. И когда я вспомнил эту церковь, я подумал, у той церкви проблем нет, потому что сразу после окончания служения все выпрегают. Вот давайте вернемся к этому примеру. Допустим, есть кто-то извне, который является источником проблем. И он на эту встречу, на его собрании не пришел. Потому что он знает, что если он появится, то ему придется что-то сделать. То есть, вот его нет в этой комнате. Эти люди, они должны примириться друг другу, должны сказать друг другу, что они готовы принимать и любить друг друга, не смотря на те разногласия или на то, что произошло между ними. И что-то может произойти между двумя этими категориями, которые разделены. Они просят прощения друг у друга. И они готовы для того, чтобы вместе начать новый день. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok